24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом. Сегодня в режиме видеоконференции сотрудники Системы здравоохранения и магаданских школ обсудили проблему заболеваемости туберкулезом у детей. По словам специалистов, главной мерой борьбы с распространением этой болезни является осведомлённость населения о мерах предотвращения заболевания и соблюдение мер по выявлению её на ранних стадиях. Дело в том, что стрессовые ситуации, холодный климат, недоедание определённой именно белковой пищи ведёт к тому, что люди будут восприимчивы к инфекции и могут заболеть. Вот именно чтобы бороться с этим, нужно всем проходить ежегодно флюорообследование и не отказываться, чтобы наши ребятишки прошли иммунодиагностику в организованном коллективе. Заболеть может каждый человек, независимо от возраста и принадлежности к социальным группам. Палочка Коха обладает высокой устойчивостью к различным веществам и воздействиям. Именно поэтому заболевание уже многие годы распространено во всех странах мира. Она очень хитрая, конечно, наша микобактерия. Она очень приспособленка, хорошая. Устойчивость к действию кислоты и спирта. Она сохраняет жизнеспособность при воздействии различных физических и химических агентов. Не высохшей мокроте, ну при определённых, конечно, условиях, бактерии Коха могут оставаться жизнеспособны до полугода. На различных предметах, мебели, книги, постель, полотенце. Поэтому, когда вы являетесь бациллярной больной, мы обязательно совместно с Роспотребнадзором проводим заключительную дезинфекцию, камерную дезинфекцию полностью именно в этом очаге. За последние 10 лет заболеваемость снизилась на 50%, отмечают специалисты. Прошлогодняя пандемия внесла свои коррективы. Люди меньше посещали плановые медосмотры. И в связи с этим выявление заболеваемости могло значительно снизиться. На данный момент в Магадане возобновлены медосмотры граждан в штатном режиме. Медработники призывают не пренебрегать методами диагностирования заболевания, чтобы обезопасить себя и своих близких. Продолжение следует...